Здравствуйте, это Игорь Ман, и мы продолжаем с вами программу «Битрикс24 спрашивает». Это уже четвертый сезон, мы говорили про маркетинг, мы говорили о продажах, мы говорили об управлении персоналом, мы говорили о стратегиях. И в этот раз мы хотим поговорить с нашими героями, прошлогодними героями, и узнать, как для них сложился год, что нового, что они сделали, какие у них вопросы. Перед тем, как мы будем продолжать, пожалуйста, подпишитесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. И я хочу представить Екатерину Ким, компания Трек. Катя, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ким, я руководитель компании Айтрек. Айтрек помогает клиентам повышать эффективность работы за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов на базе «Битрикс24». 2020 год для нас оказался, как и для многих, неожиданным. В прошлом году мы встречались с Игорем Маном, я задавала вопросы о том, как же нам завоевать рынок фитнес-клубов и хорики. Мы сделали ставку именно на две эти отрасли, которые оказались самыми пострадавшими, к сожалению, в 2020 году. И в марте нас настигла ситуация, когда все наши клиенты заморозили счета, и нам срочно пришлось делать выбор – продолжать работу с ними или очень быстро перестраиваться. Возник даже такой момент, когда я пришла к своей команде и сказала, «Ребят, завтра и в следующем месяце, вероятно, нам будет нечем платить зарплату». Я понимаю, что, возможно, кто-то из вас захочет уйти, но нам нужно пережить эти сложные времена. И тогда я получила мощнейшую поддержку от своей команды, когда никто не ушел, а часть сотрудников даже пришла и сказала, «Катя, у меня есть заначки, небольшая сумма денег, давай дадим разработчикам». В общем-то, для нас 2020 год оказался единением команды. И если год назад я приходила к Агрюману и рассказывала, что в нашей компании 30 сотрудников, и нам нужно как-то выстроить маркетинг и пиар, направленный на хорику и фитнесы, то в 2021 год мы пришли в составе 45 человек. Нам удалось все-таки пережить этот кризис. И на сегодняшний день мы отошли в сторону, работаем, не целимся в конкретные отрасли, а работаем со средними и крупными заказчиками. Первый вопрос, который у меня есть, Катерина, это такой, я знаю, что он был спорный, и в обсуждениях к первой программе многие говорили, что я не прав. Я рекомендовал вам отказаться от позиции, что вы оптимизируете расходы или оптимизируете издержки, я уже не помню, как это звучало. Сокращали издержки. Да, да, да. И перейти в какую-нибудь сторону более позитивно, потому что само слово «оптимизация издержек», оно такое с негативной коннотацией. Вы что-нибудь изменили, что-нибудь сделали? Да, мы последовали вашему совету. Так, и как это сработало? Это сработало хорошо. Вы знаете, более того, меня осенило после нашей с вами передачи, что компания наша, юридическое название нашей компании «Айтрек – эффективные решения». Ну и чего, не надо изобретать велосипед. Не надо изобретать велосипед, конечно. Нам кажется, что мы помогаем нашим клиентам сократить издержки благодаря оптимизации их бизнес-процессов. В отличие от конкурентов, мы не говорим о том, что мы увеличиваем продажи, увеличиваем прибыль. Мы помогаем реально в том секторе, на который можем повлиять. Давайте даже просто пообещаем нашим клиентам не снижение издержек, а повышение эффективности работы. Это звучит, на мой взгляд, лучше. Ну и, собственно говоря, мы говорим о том, что да, мы именно повышаем эффективность. Каждый сотрудник нашей компании точно знает, что такое эффективность, потому что раньше… Так, расскажите нам всем, что такое эффективность. Я не очень хорошо разбираюсь между словом «эффективность», «производительность», какие там еще есть слова. Что такое эффективность? Если по-простому, каждый наш сотрудник ответит вам так. Мы повышаем эффективность, значит, мы можем достигать больших результатов меньшими затратами. Прекрасное определение. Кстати, совет всем, кто нас смотрит. Это здорово, когда все ваши сотрудники знают, что стоят за вашим позиционированием, за вашим уникальным торговым предложением. Потому что если ты вот так вот спросишь, окей, хорошо, там вы повышаете эффективность, уже только эффективность, а сотрудник плавает. Ну, соответственно, доверие к сотруднику и, как следствие, к бизнесу, к команде, к разработчику абсолютно нет никакого. Так что Катя проделала отличную подготовительную работу. Спасибо. Здорово. То есть это действительно теперь работает? Да. Я рад. Я рад, что помог. В прошлом выпуске вы говорили о том, что вы немного перегнули пиар-палку. То есть вы сказали, что наняли пиар-агентство, и оно сгенерило такое большое количество разных запросов со стороны прессы, необходимости давать интервью и комментарии, что вы просто захлебнулись в пиар-текучке, и у вас не оставалось время для такой нормальной управленческой работы. Как сейчас ситуация обстоит у вас с пиаром? Вы продолжаете его делать сами или снова готовы нанять пиар-агентство, уже научившись на своих ошибках? Я просто не оценила, сколько времени у меня это займет. И фактически все эти 2-3 месяца я занималась только пиаром, оставив управление компанией на руководителей отделов. Мы продолжаем делать сами. Мы бы наняли пиар-агентство, но, к сожалению, на сегодняшний день я не могу сказать, что управление в компании лежит полностью на плечах руководителей, поэтому я дозирована очень этим занимаюсь. В принципе, наверное, пиаром в большей степени занимаюсь я. В 2020 году мы провели 18 мероприятий, из них в двух мы были сами организаторами. Молодцы, это хороший результат. В отличие от предыдущего года, когда мы работали с агентством, где у нас было 12 мероприятий в месяц, это как бы разница существует. 12 в год? В 18 в год мы провели, в 2020, а когда с пиар-агентством работали, 12 в месяц у нас было. Да, ну вот тогда вы как раз и захлебнулись в запросах. Не, 12 в месяц, это даже, я бы сказал, что перебор. Это прям перебор, да. Еще и каждое мероприятие было на новую тему. Нам приходилось готовиться и днем, и ночью. Да, но зато вы прокачали себя. 100%. У каждого лимона, если возможно сделать, за каждого лимона можно сделать лимонад. Ну а сейчас, если бы вы наняли пиар-агентство, были бы уже готовы? Сейчас, знаете, я хочу поделиться нашим результатом 2020 года. Мы немножко сместили свой пиар не в сторону клиентов, а мы сместили свой пиар в сторону конкурентов. Так, это интересно. Расскажите. Как только случилась пандемия, мы организовали некие онлайн-зум-встречи с партнерами, которые у нас ежегодно проходили раньше, после проведения партнерской конференции Bitrix24. Это были неформальные такие посиделки, где мы просто встречались, люди приезжают с разных городов, и мы обменивались опытом. Были очень небольшие группы по 18-20 человек. Так. В этом году, точнее уже в предыдущем мероприятии, у нас отменилось из-за пандемии. Ну я решила, что ж добру пропадать-то. Повод-то есть встретиться. Мы начали встречаться. Таким образом... По зуму? Да, по зуму. Таким образом, за очень короткий период наше сообщество выросло. К нам присоединились другие партнеры, потому что стало встречаться легче гораздо. Сейчас в клубе порядка 350 человек, и это прям мощное сообщество, в котором мы постоянно делимся опытом, организуем какие-то новые мероприятия, создаем активности при поддержке вендора, общаемся с ним, помогаем улучшать продукт, делимся обратной связью. Очень много разных активностей. И, собственно, вот такой вот пиар, который, наверное, был неосознанный, ну то есть не так, чтобы мы прям запланировали, что нужно создать сообщество, да, но достаточно спонтанно все случилось. Но это сообщество действительно нам дало очень много узнаваемости. Что говорит позиции в рейтингах? Мы в 2020 году стали топ-9 по опросам других интеграторов. То есть там собирается информация, там назовите, кто, по вашему мнению, лидер. И вот таким образом мы вошли в топ-9. Это дает приток новых клиентов, потому что конкуренты знают. Катя, извините, если вам когда-нибудь нужно будет рассказывать про рейтинг, всегда говорите топ-10. Когда вы говорите топ-10, все люди думают, что вы где-нибудь там пятый, третий, четвертый. А когда вы говорите топ-9, люди думают, что вы на девятом месте. Хотя, может быть, Катя на первом. Мы же не задавали этот точняющий вопрос. Так, в сторону психологии. Поэтому с рейтингами нужно быть аккуратней. Да, и мы даже статуэтку получили топ-10. А я думаю, почему топ-10? Мы же на девятом месте. Так что спасибо. Говорите топ-10. Хорошо. Ну, собственно, это дало много новых лидов. Мы стали узнаваемы. Наши конкуренты равно партнеры и коллеги по рынку, они нас знают. И это очень мощный поток инфоповодов каких-то и постоянных движуха активная. Ну, не могу не спросить, а Clubhouse вы уже используете? Пробовали, да. Ох, какие вы молодцы. Да, 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 да. Кстати, такой вот раздел по нынешнему временам. Когда ты спрашиваешь человека, используя Clubhouse, он говорит, что это за клуб. Ты понимаешь, что человек, конечно, не в теме трендов. Так что реакция Екатерины меня очень радует. Ну и как вам Clubhouse? Сейчас уже я успокоилась, можно так сказать. Отличный ответ, я тоже. Да, первое время, конечно, формат меня просто засосал. Я там сидела и днем, и ночью, и выходные. Действительно много интересных людей, с кем ты можешь поговорить, как с вами, вот так вот вживую, в real time, где нет какой-то заведомой подготовки, где люди живые, и по-настоящему все происходит. Классно. Да, согласен. Clubhouse — это формат. Екатерина, а скажите, пожалуйста, вот год, в принципе, 2020 для большинства бизнесов был тяжелый. То есть я не буду врать, ни один из моих бизнесов, ну, кроме одного, то есть из пяти только один бизнес сумел превзойти результат 2019 года. Все остальные, ну, я считаю, достижением повторили результаты 2019 года или чуть-чуть, даже меньше в обороте показали, чем в 2019 году. Как у вас был 2020 год с точки зрения оборота? Про пиар, известность, про рейтинги я уже понял. А с точки зрения денег? У нас очень стабильный вообще поток клиентов. Он всегда примерно одинаковый. К сожалению, не сильно растущий. Ну, такая динамика примерно плюс 20% в год. Ну, сложный был год. Мы выросли на 20%, но для нас это очень плохой результат, потому что мы должны были вырасти в два раза. Да и в принципе... Ну, если честно, я сейчас позавидовал. Я думаю, что многие бы другие тоже позавидовали. Ну, я считаю, что мы выросли медленнее, чем растет рынок. Поэтому надо же смотреть от ниши. О, и вот здесь я вспоминаю вашу нишу. Мы с вами говорили про то, я помню, я вам дал этот совет, он вам понравился. Вы занимались с фитнесами. Это, конечно, отрасль, специализировались на фитнесе, и эта отрасль, конечно, пострадала. Мне кажется, вы в такой прекрасной спортивной форме, вы в фитнес не ходите? Нет, к сожалению. Но удалось вам хоть пару раз сходить к ним на тренировку, погрузиться в фитнес, как я вам рекомендовал? Выглядите вы блестяще. Да, Игорь, вы представляете, вы не только бизнесом помогаете, вы еще и людям помогаете. А, я рад, я рад. Потому что в моей жизни появился фитнес. Так, в планке стоите? Нет, но я сейчас схожу на стретчинг, это прям потрясающая какая-то фитнес. Он еще и успокаивает. Да, да. Собственно, про бизнес. Ни одна из трех целей, которую мы запланировали на 2020 год, она не выполнена. Я рассказывала вам о том, что мы целимся в фитнес и в хорику. Да. Представляете, это две самые пострадавшие образы 2020 года. Да, вы бы еще сказали, что туризм, и я бы сейчас с вами смирался бы тоже. Можно было бы просто сплакнуть. Что мы и делали. Нам в марте было очень страшно. У нас, к сожалению, не было резервов. Ну, такие вот недальновидные. Сейчас, извините. Совет, который я для себя вынес уже в 2008 году, всегда имей резерв. Все партнеры всегда сопротивляются, особенно в хорошие времена. Вот откладывать в кубышку, да лучше мы эти деньги в что-нибудь проинвестируем. Но мне все сказали спасибо за то, что мы это делали. Поэтому, если вы это не начали делать, формируйте резервный фонд. Потому что, ну, к следующему кризису, к следующей катастрофе нужно быть всегда готовым, в том числе финансово. Вот Катя тоже осознала. Да, сейчас... Жалко, что я вам такой совет не дал год назад. Но кто же знал? Честно говоря, тоже смотрел с оптимизмом 2020 год. Мы все промахнулись. И как вы вырулили из этой ситуации? Есть ни фитнеса, ни хорика. На что вы перепрофилировались? Вы знаете, запросы-то хорошие поступали. Потому что все ринулись в автоматизацию. Ну, те, кто хотел остаться на плаву. Нам пришлось сильно перестроиться. Мы остановили все наши внутренние проекты, которые были так или иначе связаны с этими отраслями. Самое переживательное было это то, что, когда клиенты заморозили все платежи, а их у нас было много именно из этих отраслей, у нас случился тоже опять кассовый разрыв. И пришлось выйти к команде и сказать ребят, что возможно... Я тогда не знала вообще, что будет. Не могла предсказывать. Наверное, в марте никто не мог ничего предсказать. Возможно, мы не выплатим зарплату ни в этом месяце, ни в следующем. Пожалуйста, кто готов остаться, оставайтесь. Кто не готов, я вас понимаю. Мне было тогда очень страшно, переживательно. Но и в то же время все ребята поддержали. И даже, я уже рассказывала, кто-то пришел из наших сотрудников и сказали, Катя, у меня есть кубышка. Я могу дать Петю, знаю, у него сложно, или у Васи. Это было очень трогательно. И это нас очень сильно сплотило. Мы стали работать сильно эффективнее. Компания находится в Москве, 30 сотрудников. Мне кажется, что за 15 лет, такой длительный промежуток времени, мы добились пока не очень высоких результатов. Можно было бы за это время добиться большего. Вот. И как результат, наверное, 20-го года, по количеству сотрудников выросли в полтора раза. Ого! Мы с Вами встречались год назад, я говорила, у нас 30 сотрудников, сейчас у нас 45. Да, и, в общем-то, это был год команды, можно так сказать. Здорово. Но кризис действительно сплачивает, и он показывает, кто есть кто. Поэтому вот такое единение и такая поддержка – это, конечно, просто замечательный результат. Еще раз, я считаю, что я не очень согласен с фразой «кризис – лучшее время для роста», но, как я говорю своим партнерам, кризис – это лучшее время для того, чтобы расстаться с худшими людьми. Но вот Катя сумела еще и прирасти хорошими. Я надеюсь, хорошими. Здорово. В прошлый раз мы с Вами говорили о работе Ваших специалистов по маркетингу, которых Вы хвалили, но у которых была очень зашкаливающая креативность, и я забыл, как называется, Ваш внутренний портал идей, разрастался со страшной силой, но реализация хромала. И я Вам порекомендовал подход «90 дней». Помог ли Вам подход «90 дней» в организацию Вашего маркетинга, в организацию Вашей собственной работы, и научились Вы правильно расставлять приоритеты или нет? Но судя по тому, что Вы выросли в полтора раза, подсказка – нет. Потому что я это читаю, что для того, чтобы справиться с той работой, которая у нас есть, мне пришлось нанять еще больше сотрудников, и из 15 человек 14 – мои помощники. Но это я Вас троллю. Как? Помогла книжка «90 дней» или нет, Катя? Я скажу честно, мы не внедрили методику «90 дней». Мы ее трансформировали. А, отлично. Во что? Расскажите. Мы ее трансформировали в методику «один месяц». 30 дней. Да. Как мы сейчас работаем? Сейчас, извините. Я напомню нашим зрителям, что «90 дней» – это моя авторская методика, которую я заработал много-много лет назад, еще будучи директором по маркетингу в крупной телекомендационной компании. Это некий план работ, который ты делаешь на квартал, согласовываешься с своим руководителем и разбиваешь все активности на нескольких блоков. Что ты сделаешь в пиаре, что ты делаешь с ивентами, что ты делаешь с интернет-маркетингом. Это несколько десятков задач, на которых ты должен сфокусироваться. Но это постоянно пополняемый список, задачи могут прилететь, и ты его расширяешь. Твоя задача – постараться сделать максимум задач, идеальный результат от 90 до 100% задач за квартал. Но Катя большая молодец, она ускорила компанию, перейдя не на 90 дней, а на 30. Это еще и позволяет не только ускорять выполнение задач, но и вот этот такой короткий период планирования позволяет не растягивать задачи. Ускорять и не растягивать. Мне кажется, это очень хорошее изобретение. Сработал 30 дней подход? Есть такая проблема, что мы много всего начинаем, мало чего вовремя заканчиваем, а я как руководитель вообще не понимаю, как это контролировать, как ребят мотивировать, и самое главное, как заставить их работать системно. Сработало. У нас нет задачи, у меня не было задачи выполнить 100% плана, потому что у меня вообще задачи не выполнялись, а теперь задачи выполняются. Прекрасно. Ну да, когда тебя контролируют на протяжении 30 дней, ты знаешь, что первого числа задачи, предположим, поставлены на 30-го, с тебя спросят, тут сам не забудешь. На 3 месяца можно и махнуть рукой. Хорошо, это работает. А что-то еще изменили в этом подходе? Количество задач уменьшилось? Да. Вы знаете, вообще хочу такую вставочку сделать. У меня маркетологи тогда обидели, что я так на всю страну, можно сказать, рассказал о наших проблемах. А я сейчас похвалю ваших маркетологов, потому что у нас была возможность с вами столкнуться по поводу одного проекта, и маркетологи у Кати такие делали вещи. Я прямо шляпу снимаю, ребята. Молодцы. Маркетинговый привет. Да, ребята действительно крутые. Помимо того, что мы делаем ключевые задачи на месяц, мы еще и не забиваем плана 100%. То есть, когда мы планируем ключевые задачи, мы планируем, исходя из того, что 50% ресурсного времени должно хватить для того, чтобы эти задачи выполнить. Потому что постоянно что-то новое прилетает, возникают новые идеи. Вот, наверное, это тоже один из подходов. А фильтр мана? И фильтр мана вы сняли с языка. Я надеюсь, что вы пользуетесь приложением мобильным фильтр мана или нет? Нет. Хорошо. Да, и фильтр мана классная штука. Напомню, это приложение, с помощью которого вы можете определить, эта идея хорошая или плохая. Пять движений пальцем, четыре контрольных вопроса, и вы знаете, стоит идею реализовывать или нет. Поэтому скачайте, оно есть и для Apple Store, и для Google Market, и оно бесплатно. Кать, но все-таки я начал вам задавать этот вопрос, и я сам, наверное, себя перебил и не услышал ответа. А в какие другие отрасли вы пошли? То есть на чем вы сейчас специализируете? Или начинает оживать фитнес и хорока, и вы продолжаете работать с ними? Мы очень ждем, когда они действительно почувствуют себя уже уверенно. Они сейчас оживают, но пока еще не чувствуют себя уверенно. И не готовы инвестировать в какую-то автоматизацию, в какие-то новые программные обеспечения. Поэтому мы их ждем, мы к ним будем точно готовы, когда они будут готовы. А что касается новых отраслей, нет, мы не пошли в отрасли. Сейчас спрос на рынке очень большой, приходят конкретно за кейсами. То есть у нас есть уже набор неких кейс, сценариев, можно так сказать, каких-то юзер-стори, где мы точно уже знаем, что мы привнесли там некую эффективность. Есть там похожие кейсы, связанные с тем, что, например, нужно автоматизировать продажи через вебинары. Вот это мы делаем. Делаем классно. Все, соответственно, у нас вне зависимости от того, какая отрасль, мы идем по CGM фактически. Какой есть сценарий, где мы уже хороши, мы приходим там и решаем этот вопрос. Я надеюсь, что вы знаете, что такое CGM. Когда Катя говорит, что она идет по CGM, я снимаю шляпу и как перед Катей, и так перед ее командой. Потому что это не самый простой подход. Я говорил уже про точки контакта. Точки контакта – те моменты, в которых соприкасается клиент с вами или вы с ними. Так вот, CGM – это путь клиента, или просто CGM – это точки контакта в динамике. Ты берешь код персонажа, это может быть посетитель фитнес-центра. И, соответственно, начинаешь сценарий о соприкосновении с фитнес-центром рассматривать от первого момента соприкосновения до последнего. То есть, еще раз говорю, это как бы точки контакта, но вот такие рассыпанные в цепочку шагов. Но это действительно непростой способ. И если вы им пользуетесь, и он вам дает результат, то это здорово, снимая шляпу, и другим рекомендую и советую этот метод. Но сначала попробуйте точки контакта. Поэтому вы просто ждете возрождения этой отрасли и думаете, что они смогут обеспечить вас хорошим количеством заказов, и вы сможете вырасти в два раза, как планировали. Мы точно вырастим в два раза, даже если эта отрасль не оживет. Но за счет чего? Вы окалитесь, рассказывайте. За счет того, что у нас выросла команда, у нас огромный поток заказов. Ну, действительно, спрос на автоматизацию очень велик. Рынок растет быстро, и все поняли, что нужно именно инвестировать в эффективность в первую очередь. А когда случилась пандемия, она порезала всех неэффективных. Соответственно, остались только те, кто хочет быть эффективным. Поэтому у нас точно есть работа. Игорь, я еще хотела сказать вам большое спасибо за ваш совет. Какой? Вы сказали, не использовать слово техно-рековыриальщики, потому что оно нравится только мне. Да-да-да, я помню у вас техническое образование. Да. Мы сделали слайд, который называется «28 причин, почему клиенты выбирают нас». С их слов. Мы собираем отзывы после движения проекта. Да, можно посмотреть, что получилось. Да, я очень хотела получить от вас обратную связь. Это шаблон коммерческого предложения, некая болванка. Не будем раскрывать все секреты клиентов. Ну, мне в целом нравится. Прекрасно. Единственное, очень хорошо. Единственное, что пронумеруйте причины. Пронумеровать. Вот так устроен человек, что когда вы говорите, что 28 причин, почему клиенты выбирают нас, они не пронумерованы у Кати, а просто идут таким списком через звездочку. Люди сосчитают. Вот они будут считать, не дай бог, там окажется 27. Они скажут, а, обмануть хотели. А если 29, а, считать не умеете. Поэтому сразу нумеруйте. Не ошибетесь. Ну что ж, подведем итоги встречи с Катериной. Я могу сказать, что Катя и в прошлый раз породила меня своей энергией и настойчивостью. Я до сих пор не могу забыть, что Катя, придя в компанию стажером, выросла до позиции исполнительного директора. Потом стала собственником компании. Это, конечно, прямо была история вау. И мы видим, что Катя, несмотря на то, что работает на очень тяжелом рынке хорок и фитнес, который больше всего пострадал от коронакризиса, не растерялась, смогла вырасти пусть на 20%, и в этом году хочет вырасти в два раза. Пожелаем Кате удачи, и я уверен, что у вас все получится. Спасибо, Катя. Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо, Игорь. Субтитры подогнал «Симон»